всем привет мы в магазине fitness place в официальной мастерской giant россия и с вами все еще алексей мы сегодня будем собирать очень интересный велосипед для меня он особенно интересен потому что это именно мой велосипед я его долго ждал он наконец приехал на этом велосипеде я поеду северо-западную эндуро серию в этом году еще что-нибудь из российской эндуро серии буду много кататься вы можете встретить меня на спотах подъезжайте я вам даже дам его протестировать но для начала давайте посмотрим как всегда с наклейки начнем что у нас написано интересного giant europe это у нас рынок для которого велосипед создана страна россия именно по этой надписи можно понять что велосипед завезем сюда официально и на него распространяется все необходимые гарантии модель велосипеда rain это у нас giant rain велосипед для эндуро 29 означает что у него 29 колеса двоечка это комплектация велосипеда то есть она не самая топовая не единичка карбон рама нас карбоновая м к это размер рамы и при моем росте метра 84 я взял размер рамы м потому что я не хочу очень длинный велосипед элечка очень длинная об этом расскажу в следующих роликах когда велосипеде уже покатаюсь теперь самое интересное общий вес коробки вместе со всей упаковкой 19 килограмм а вес велосипеда указан 13 килограмм и мне кажется очень удивительным вес эндурика с 29 колесами пускай на карбоновой раме но не самый дорогой даже ну где-то местами ниже среднего комплектации что будет весить 13 килограмм если хотя бы такая сумма у нас в итоге окажется на взвешивание а в конце мы конечно его взвесим когда уже соберем я буду очень приятно удивлен поехали скрывать берем как положено специальный инструмент ой как же приятно как подарок под новый год вскрывать велосипед который приехал тебе а так ну ка с ними иди сюда вот уже сразу видно карбон это у нас именно карбон под лаком без всякой краски ай-яй-яй-яй-яй-яй давайте смотреть скорее что у нас здесь интересно что это такое это седло мы откроем посмотрим попозже я подозреваю что в той коробочке телескопический подсидельный штырь теперь достанем сам велосипед непосредственно колесо у нас прикреплена поэтому ни на какую стойку пока я вешать его не буду сначала пока нет креплю колесо и все не распакую и естественно подарочек мы с него и начнем коробочку пока отставим сторону в нее будем складывать весь лишний мусор здесь у нас соответственно на наклеечке для коробки указано что за модель велосипеда все по порядку и так катафоты я бы сразу выбросил но здесь еще какой-то дополнительный крепеж который мне наверняка пригодится и трос поэтому оставим катафота если она потом выброшу монетка телескопическую подсидельную штыря с тросиком естественно герметик два тюбика колеса подходят для бескамерной установки и уже позаботились о том чтобы у меня был герметик у меня он есть я услышь удовольствием колеса залью звоночек спасибо вилка здесь такой небольшой спойлер компании rockshocks будет есть уже сразу в комплекте 2 спейсера который вставляется воздушную камеру для уменьшения объема позитивной камеры чтобы менять прогрессе работы вилки то что они есть у меня это мне полезно это мне пригодится естественно инструкция она же гарантийный талон и всякая такая уже вторичная литература нам не особо интересная но есть инструкция для бескамерной установки резины если вы никогда этого не делали если вы не знаете как это делать очень неплохо что у вас будет инструкции вы сможете сделать это самостоятельно хомутчик полезная вещь хозяйстве а теперь давайте посмотрим на седло у меня конечно есть седло которое скорее всего поставлено этот велосипед седло которое со мной давно которому привыкла моя папа которым это седло очень любит которая подбиралась с учетом моей анатомии но может быть и это будет неплохим это у нас седло фирмы giant называется она romero sl мне нравится что у него толстый нос это здорово потому что вообще мягкие боковинки и толстый нос когда мы катаемся удобно прижимать внутренней поверхности бедра поворотах так что седло в общем-то на самом деле мне интересно и коробочку с подседельным штырем как я уже сказал он здесь телескопически как и положено на всех современных велосипедах для эндуро all-mountain трейлового катания и на самом деле уже пожалуй пара и для кросс-кантри тоже вот он здесь таким образом упакован посмотрите на шайбинг надпись giant то есть он у нас брендирован под брендом giant как я уже говорил в каком-то ролике скорее всего его делать какой-то другой производитель но в целом три хорошие они не люфтят и это уже неплохо так но теперь начнем распаковку и сборку и здесь сейчас будем ускоряться отдельно хочу обратить внимание когда вы покупаете велосипед подобного плана оставьте некоторые элементы упаковки себе для того чтобы в дальнейшем если вы куда-то будете ехать даже кататься за границу или даже покататься где-то по россии чтобы эти монтажные элементы они у вас использовались вы легко упаковали в них велосипедом получится безопасно аккуратно и такие приспособления их ничего к сожалению особо не заменишь то есть они уникальны ничего не стоят и хозяйстве пригодятся какой он он под лаком правда чувак это офигенно смотрится тридцать восьмые ноги чувак 2 килограмма 300 грамм может он весит 13 кило я не верю в это у него должна быть какая-то очень легкая рама чувак надпись она серебристая и переливается просто на картинке она выглядит синий я такой фунь синяя надпись чё за херня она короче серебристая я как раз хотел такого что не плана тормоза шимана ну ладно что же делать поездим какое-то время какое-то время поездим на потом купим что-нибудь нормальное хотя черт не шутит фигенно в комплекте идет запасной петух отлично блин это родные петухи я помню пытался заказать на slayer на свою он там и чтобы привезти из канады это нужно сколько там 400 косаря я такой я его собрал все накачал вроде все настроил но конечно с велосипедом я будущее делать некой мультипуляции буду под себя его регулировать и настраивать но давайте пройдемся по самому велосипеду посмотрим что у нас здесь есть первую очередь конечно это рама рама у велосипедов giant если велосипед идет карбоновый то у него данный велосипед rain будет полностью карбона не будет карбоновый передний треугольник и карбоновый задний треугольник и карбоновая коромысла вот этот вот link тоже будет карбоны причем на алюминиевых рамок link тоже будет карбонного это сделано для большей жесткости конструкция не столько для облегчения и я не понимаю раму который задний треугольник алюминиевый, а передний карбоновый. Нет. Если уж карбон, то карбон. И посмотрите, как здесь прекрасно прямо вот видно, как они кладут на производстве слои карбона. Вот что называется. Я уже рассказывал в одном ролике, посмотрите, у нас про велосипед TSR, что под лаком карбон настоящий. Выглядит вот так. Вот здесь тоже можно увидеть прям определенный стык. Здесь очень много таких вот вещей, потому что все это выкройки карбоновые кладутся друг на друга, правильно рассчитано, все на компьютерах. Это не ерунда. Giant это компания номер один по производству карбоновых изделий в велоспорте. Также на заднем переводе, вот, пожалуйста, покажи, тоже поближе, чтобы было видно. То есть рама, она даже не выглядит черной. На самом деле, она переливается и уходит в какой-то темно-темно-темно-темно-шоколадный. Что мне нравится больше всего? Иди, пожалуйста, покажи снизу, как выглядит. Я сейчас принесу свет. Это надо смотреть только со светом, конечно. Какая наклейка переливающаяся. При обычном свете она выглядит серебристой, а когда на нее падает свет под разными лучами, то она переливается всеми цветами радуги. Очень круто. Имеется тоненькая защита. Ну, конечно, я здесь буду устанавливать более плотную защиту. Может быть, полностью раму в пленку обмотаю еще, пока не знаю точно. Внутренняя проводочка аккуратно резиновыми заглушками закрыта. Что хорошо, что они резиновые. Она добывает пластиковая. А резиновая это хорошо тем, что как бы в них фиксируется дополнительно рубашка, и она меньше дребезжит и куда-то уходит. Тут много различных заглушек, потому что есть ходящие, исходные отверстия для гидролинии. Такая же переливающаяся надпись Giant у нас на рулевом стакане. Больше никаких надписей нет. Такой вот простой, лаконичный дизайн. Ну, иди с ними, конечно, на линке. Здесь Maestro Suspension. Maestro, так называется, тип подвески компании Giant. Четырехрычажная подвеска, которая упускается давным-давно и хорошо себя рекомендовала. И еще у нас есть надпись вот здесь, на заднем бере. Advanced Composite Technology. Давайте здесь на перье, на заднем мы остановимся. Задний треугольник, как я говорил, полностью карбоновый. Имеется вот такая вот защита пера, хорошая. Причем она ребристая, для того чтобы уменьшать еще больше звуки, которые сдает цепь, когда по ней убьет. И что характерно, здесь вот есть некий такой лайфхак, который раньше на Giant не было. Раньше заканчивалась защита пера вот здесь. И цепь, попадая сюда, рвала либо гидролинию, либо била по перу. Сейчас они продлили самозащиту пера, поставили выше, дополнительно зафиксировали хомутиком. И, по идее, вот здесь уже цепь бить не может, но не должна. Но я попробую, посмотрю, проверю. Вот. Единственное, что здесь алюминиевая в этой раме, это вот этот нижний линк, который находится, соединяет задний треугольник с передним. Ну, он такой небольшой, в общем-то, и решили его сделать не из карбона. Это никак на свойства храма не должно сказываться. Вот. Теперь давайте уже непосредственно по комплектации пойдем. У нас новая вилка в этом году, она стала новинкой. Это RockShox ZEP. В данном случае модель Select. Всего четыре разных комплект... разного вида вилок ZEP от RockShox. Это не самая простая, но и вторая снизу, скажем так. То есть, у этой вилки, естественно, она воздушная, есть подкачка воздушной камеры, есть регулировка высокоскоростной компрессии и регулировка отскока. Демпфер стоит, charger 2.0. Ну, и, как я уже показывал, в комплекте есть проставки для уменьшения позитивной камеры вилки. Самое главное свойство, вот, сними, пожалуйста, штаны и вообще монолитность всей этой конструкции. Мощнейшие штаны с мощнейшей Gorilla. Огромный просвет для грязевых. Грязевой зазор для установки толстой резины, может быть, более широкой. 38-е ноги, то есть, очень прочное шасси. Вилка ходом 170 миллиметров и, я думаю, она должна быть очень жесткой на скручивание. Я, конечно, проверю, потом и попозже расскажу. Буду снимать про эти ролики. Ждите их на канале. Вилка, естественно, 15-миллиметровой оси. Крепится на ось Maxwell просто без какого-либо эксцентрика. Тоже нужен ключик обязательно. По амортизатору. Амортизатор здесь вот, в этом велосипеде сделали хорошую добротную раму. Вам положили жирную, максимально новую вилку. Ну, вот амортизатор, конечно, поставили здесь поменьше. Я, в общем-то, понимаю, почему это сделано. Я это расскажу в следующих роликах. Но амортизатор достаточно простой. Да, он с увеличенной позитивной воздушной камерой, DBNR, так называемой. Это RockShox Deluxe Select Plus. Но из настроек у него только регулировка отскока и рычажок, который регулирует, так называемый, пропедал. То есть, частичная блокировка для того, чтобы велосипед меньше раскачивался, когда мы педалируем усиленно. Меньше раскачивалась подвеска, меньше съедала наши усилия. Лучше велосипед катился. Вот. Теперь по колесам. Колеса у нас производства фирмы Giant. Это велосипед называется AM. И здесь широкие обода с внутренней шириной обода 30 миллиметров. То есть, сюда можно поставить очень толстые покрышки и обода прочные. Втулки на промышленных подшипниках, естественно, как сзади, так и спереди. Прекрасный выбор резины. Я очень люблю компанию Maxxis. То, что она делает. Здесь стоит резина. Спереди тоже достаточно популярная сейчас, потому что новая модная модель Asigai. 29 колеса, как я уже говорил. Ширина покрышки 2,5 дюйма. И она идет White Trail. То есть, рассчитана на установку на широкие ободе. Трехкомпаундная 3C. Компаунд стоит Maxter. То есть, тот, который еще хоть как-то более-менее нормально катит, а не прям просто прилипает к трассе. Защита Exoprotection. И Tubeless Reddy. То есть, все готово к бескамерной установке. Сзади же у нас покрышка, проверенная временем, проверенная мною, проверенная многим количеством райдеров. Это Minion DHR. То есть, R это значит, что он специально для заднего колеса. Вторая его инкарнация. Ширина чуть поменьше, 2,4 дюйма. Также White Trail для широких ободов. И все те самые технологии, которые присутствуют у нас на передней покрышке. Для заднего колеса прекрасная покрышка. Вообще, выбор резины прекрасный. Я даже трогать не буду и менять. Меня он полностью устраивает. По трансмиссии. Система шатунов здесь Truvative Descendant. Хорошая, прочная, настоящая. Такие кондовые шатуны со звездой типа Nara White, то есть переменной. Толщиной зубьев. Для того, чтобы цепь вся стабильнее вела. Цепь, звезда крепится на Direct Mount, то есть напрямую, без лапок. И хорошо, что в комплекте с этим велосипедом нам уже поставили верхнюю рамку, которая ограничивает подвижность цепи и не дает ей слететь со звезд, ни при каких условиях, даже со звезды Nara White. И защиту, так называемый Bash Guard от попадания, допустим, в какие-то камни или корни, чтобы не повредить цепь и звезду. Звезда у нас здесь на 32 зуба. И сзади у нас кассета SRAM Eagle NX, 1150 диапазон, то есть очень большой диапазон, очень большие звезды сзади. Можно заехать в любую горку, какая бы она ни была. Переключатель скоростей у нас здесь SRAM NX. Ну, скажем такой, хороший рабочий средний уровень. Монетка скоростей, к сожалению... А, нет. Монетка скоростей тоже SRAM NX. Спасибо, что не поставили SRAM SX. Это очень хорошо. Я их еще немножко есть порегулирую по положению непосредственно под себя. Вот. Тормоза. Тормоза здесь фирмы Shimano. Shimano 500 серии, то есть это, в общем-то, уровень Dior. Они идут четырехпоршневые. Вот, можешь снять. Как спереди, так и сзади. У нас четыре поршня. Я, честно говоря, на этих тормозах еще не катался. Я вообще сторонник тормозов компании SRAM. Я их люблю и знаю. Но я попробую, что получилось, потому что в последнее время компания Shimano очень здорово приросла именно в бюджетном сегменте четырехпоршневых тормозов для экстремального катания. То есть они реально недорогие, но они очень здорово работают с точки зрения мощности так точно. Мне не очень нравится их модуляция. То есть ее, на мой взгляд, почти нет. Это вкл-выкл. Но мощности очень и очень много. Давай покажем руль, чтобы было видно. У нас 35-миллиметровый руль. То есть он больше уже в диаметре, чем были руль раньше. Поэтому руль чуть жестче, чуть прочнее. Вынос тоже по 35 миллиметров. Длина выноса 40 миллиметров. То есть прям короткий, хороший. Не вижу смысла, честно говоря, его менять на еще более короткий. Вполне себе подходящий для этого велосипеда вынос. И уже такой он с завода. Уже такая базовая комплектация. Это прекрасно. Конечно, здесь стоит монетка телескопического подсидельного штыря. И монетки от Giant они сделаны довольно здорово. Я рассказывал об этом в ролике про сборку велосипедов Atom. Но в двух словах, здесь здорово сделана рифленая алюминиевая ручка. Все сделано очень просто. Удобно монтировать. И к телескопическому штырю у меня тоже вопросов нет. Он не люфтит вокруг своей оси. Но по эксплуатации посмотрим, как он будет себя вести. По крайней мере будет живой опыт. Ну что ж, теперь давайте взвесим его. Самое интересное. Итак, смотрим, что получилось по весу. И увы, это 14 килограмм 610 грамм. Никаких 13 килограмм, которые были указаны на коробке, к сожалению, не получилось. Но чтобы мне было не так грустно, компания Giant вместе с велосипедом в его комплектацию приложила запасной петух. Это очень здорово. В общем, я завтра поеду велосипед тестировать. Уже первый выход будет у меня. Так что до встречи на спотах, на соревнованиях. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.